Люди, которые ничем не отличаются от нас, они такие же добрые, такие же злые, хитрые, нехитрые и так далее, но одновременно они находятся в состоянии крайней нужды, потому что человек, который не имеет дома, он без этого не может создать семью, он без этого не имеет поддержки, он без этого не имеет возможности найти нормальную работу. И, к сожалению, улица, она очень сильно затягивает, трудно вырваться из этого положения. Поэтому самая первая необходимость – это, конечно, голод, нужно накормить людей, нужно одеть людей, и одежда – это, например, очень сложный фактор, потому что если у нас есть шкаф, где мы летом прячем зимние вещи и потом наоборот, то для бездомного это совершенно по-другому. Он одевает вещь, не имеет возможности где ее постирать, но все до тех пор пока не снашивается, выбрасывает, поэтому раз в две недели приходится, к сожалению, обновлять гардероб. Во всем Киеве есть всего пять душевых кабин, в которых бездомный может бесплатно помыться, все остальные – за деньги. Поэтому и огромная проблема – это здоровье, потому что, находясь на улице, даже простой грипп становится иногда смертельной болезнью. И как вы помогаете, находите им одежду, или вот если бездомный заболевает, как можно помочь? Есть несколько дней. Один из дней формируется из студента, другой – из школьника, третий – люди постарше. Идем в магазин, покупаем еду, готовим еду, выносим на улицы и раздаем. Одно из самых старых мест встречи с бездомными людьми, например, это Майдан. Мы на нем с 1998 года, поэтому вместе с ними пережили помаранчевый Майдан, вместе с ними смотрели футбол во время Евро-12, пережили революцию гидности и продолжаем встречаться. Раздаем еду, и для нас бутерброд, еда, которую мы приносим, – это повод познакомиться с человеком. Мы стараемся узнать его имя, узнать его историю, понять, как помочь человеку. Очень много людей находится на грани бездомности, поэтому если кто-то встречается в этот момент, который поможет ему вернуться домой, поможет восстановить документы, он не станет надолго бездомным человеком. И потом, в зависимости от нужды, мы это называем дружить. То есть, если твой друг попадает в больницу, ты стараешься навещать его, привезти в виду. То же самое, как каждый из нас, когда попадает в больницу, очень рад, что его каждый день навещают, приносят ему вкусности. В этот момент у них есть возможность даже немножко покапричничать, как у всех больных людей, и попросить именно то, что им нравится. Почему некоторые люди живут на улице? Историй очень много. Однажды мы пытались систематизировать какие-то вещи. Оказалось, что систематизировать практически невозможно. Очень много попадает людей на улицу из-за семейных драм каких-то. Например, стариков, которые выгоняют из дома. Есть старики, которые разрешают ночевать дома, только они должны уходить рано утром и возвращаться поздно вечером домой, для того, чтобы не мешать своим детям, так сказать. Так называемым детям. Потом есть мужчины, которые приехали в Киев на заработки и по доброй украинской традиции не выплатили последнюю зарплату, и поэтому им не за что вернуться домой. Очень часто это неквалифицированная рабочая сила, как стройки, например. На зиму стройка закрывается, зарплата не выплачивается, либо выплачивается, но бурно отмечается с друзьями, либо что-то случается, и они остаются на месяц, полтора, два на улице, пока они с ними будут следующую работу. Потом это семейные драмы, разводы. Например, у нас был один друг, полковник Игорь, который уехал на заработки в Крым, и так там и остался с ним, контакт потерялся. Он был бизнесменом в 90-е, потом Рэкет отобрал у него бизнес. В какой-то момент он развелся, оставил все семье, сам некоторое время снимал квартиры, потом заболел, не имел возможности снимать квартиры, и таким образом он оказался на улице. Поэтому истории совершенно огромное количество, их трудно каким-то образом упорядочить. Сегодня мы видим увеличение количества бедных людей. Это в основном связано с потерей работы. С потерей работы и в стационарные какие-то пункты, где раздают еду, начали приходить беженцы. То есть, к сожалению, у людей заканчивается еда, и заканчиваются ресурсы, которые у них были, какие-то деньги, потому что они вынуждены снимать квартиры точно так же, как любой человек, который приезжает в Киеве, за те же самые деньги точно так же. И поэтому вынуждены и просить помощь. Может, вы какую-то историю расскажете? Историй, на самом деле, много. Из тех, с кем общался я, есть люди, которые живут дома, но они не имеют достаточно средств и приходят тоже к нам за бодротодами, за едой, с вещами теплыми. Есть те, кто действительно живут на улице, ну, скажем так, долгое время. Сложно сказать, каких-то общих тенденций нет. Я точно скажу, что наиболее несчастные это те, которые инвалиды, которые бездомные, еще и на коляске, сами не могут себя обслуживать. О них иногда заботятся какие-то тоже их другие друзья, бездомные. Ну, в основном, это одни из самых таких несчастных людей. Как попадают на улицу? Ну, тоже разные истории. Часто это из-за алкоголизма, например, ссоры с родственниками. Часто это обман. То есть, людей обманным путем забирают квартиры, какие-то злые люди. Вот. Ну, каким-то образом заставляют подписывать документы, чтобы их оттуда вытянуть. Много совершенно разных историй. То есть, и люди тоже совершенно разные. То есть, есть среди них и очень часто это бывшая интеллигенция, скажем так, работники различных институтов, преподаватели со знанием нескольких иностранных языков есть люди. То есть, такие же самые люди, как мы, только оказавшиеся в сложных условиях. Ну, вот те, у кого есть какие-то квалификации, куда и можно без квалификации работать, они работают, когда живут? Ну, если это пенсионер, то нет. Ну, то есть, допустим, у нас одна знакомая, она 40 лет в Киси преподавала, к нам уже несколько лет приходит. То есть, очень интеллигентная женщина. Она живет где-то или она живет на улице? Она живет где-то, но очень бедная. То есть, и у нее, очевидно, нет каких-то родственников, которые помогают. Есть молодые достаточно люди из других городов и там, где более сложные ситуации, чем в Киеве, приезжают, потом находят здесь какую-то компанию, спиваются и тоже попадают на улицу. Такое тоже было. В принципе, они трудоспособные, но в том состоянии, в котором они есть, их никто никогда не возьмет. Потому что, ну, там, во-первых, перегар и так далее, это не тот работник, которым кто-то так мечтает, чтобы у него на работе так неизвестно, что будет. Ну, в принципе, бедолаги. То есть, их, ну, как же, можно, наверное, вытягивать из этих ситуаций, и некоторые тоже возвращаются в нормальную жизнь. Ну, это достаточно сложно сделать. А те, кто приезжают из других городов, они не возвращаются обратно? То есть, там у них что-то есть? Возвращаются, но есть такие депрессивные регионы, что они возвращаются, через две недели опять сюда приезжают. То есть, мы даже некоторые билеты покупаем, там, напутствуем добрым словом, вот тебе билет, едь. Ну, потом он обратно, а почему ты приехал? Ну, а что мне там делать? Я там, там вообще, говорит, депрессия полная. Я тут хотя бы по улицам буду ходить. Говорит, а там вообще даже и делать нечего. То есть, никому я там не нужен и так далее. То есть, такие тоже бывают. Причем и молодые, и разные. То есть, мы, ну, не знаю, человек, в общем, за несколько лет, ну, сто мы так отправляли обратно, билеты покупали, все, они все равно потом обратно сюда возвращаются. Просто депрессивные регионы. Это нам так еще в Киеве тут незаметно, что это безработица. А есть регионы, где очень сильно безработица. Вообще ни у кого денег нет. Делать нечего. Скажите, существуют ли места, где бездомные могут переждать холода? В Киеве есть один муниципальный приют. Один? Да. На сколько мест? На 150 мест. Куда принимают киевлян с пропиской. Как это киевлян с пропиской? Да, но последняя прописка в паспорте должна быть киевская. Вот. Но паспорт исчезает на улице дня через 4, через неделю. Куда деваются? Их крабят, их обворовывают, теряются. То есть абсолютно... Вам нужно себе представить о том, что ваши квартиры – это город. Только у вас здесь вот есть комната, есть туалет, есть ванная, есть кухня. А у них место для хранения вещей находится в одном районе, место, где они могут поесть в другом районе, туалет, который нужно, там находится за километр, куда их пускают. И они постоянно перемещаются, то есть они не сидят на одном месте. И поэтому в этих длинных процессах это как зарядки, которые все время теряются. Ты все время где-то что-то забываешь. То есть это очень сложная жизнь. И они вынуждены. И поэтому есть всего один приют на 150 коек, который зимой обычно забит. Вот. И все. Потом есть... А это государственный приют? Муниципальный. То есть городские власти за тобой, а там кормят или... Он функционирует таким образом. Туда можно прийти, если я не ошибаюсь, с 7 вечера до 7 или 8 утра. За 3 или 4 гривны можно помыться, оставить вещи, переночевать и утром куда-то уйти. Это находится на отратном, поэтому для бездомных даже проблема добраться туда. Потому что если от тебя не очень хороший запах, то в транспорт ты не сядешь, тебя оттуда выгонят. И ты рискуешь приехать туда, и окажется, что мест уже нет. Потом МЧС, когда совсем уж холодно, открывает пункты обогрева палатки, в которой ты можешь находиться 4 часа, а потом должен уходить. Это МЧСовская логика спасения жизни. Потому что МЧСовская логика касается скорее машин. Почему минус 10, минус 15, а не ноль? При налет точно так же можно замерзнуть. Потому что при минус 10 и минус 15 техника плохо работает. Поэтому протокол МЧС говорит о том, что, ну, наверное, это и есть роль МЧС, должны быть другие структуры, которые должны заниматься спасением. Я никогда в жизни не видела никаких палаток для обогрева бездомных. Где они вообще? Сколько их? Ой, это хитрая тема. Одна из них стояла за водой Михалот, уже открывали. То есть у бездомного была возможность доехать туда на такси, достать из багажника лыжи и практически еще пару километров для того, чтобы достигнуть этого конечного пункта. То есть они прячутся. Притом они маскировочного цвета, поэтому в парках их достаточно плохо заметно. И они работают при минус 15 где-то. Поэтому бездомные в основном скрываются, прячутся в подъездах, в подвалах, очень много в больницах. То есть на самом деле больницы во многом превращаются в приюты. Честно говоря, содержание приюта стоит дешевле, чем содержание больницы. Поэтому, может быть, городу стоило подкрыть еще несколько таких опорных пунктов, где бы бездомный мог помыться и переночевать. Прихожу вместе со своим ребенком раздавать еду. Точно так же и Тимур. И, честно говоря, еще ни разу не заболели. Есть множество стереотипов про бездомных. Один из них это о том, что они тунеядцы. Но тунеялец на улице не может выжить. Мужчинам особенно милостыню никто не дает. Поэтому мы видим, что среди бездомных, наоборот, люди, которые приехали на заработки в Киев. То есть это, наоборот, сильные люди, которые рискнули, поехали, но не получилось. У многих из нас не получилось. Кому есть куда возвращаться, слава богу, кому некуда возвращаться, остаются на улице. Даже бездомные, которых никто не хочет брать на работу, но постоянно, они постоянно где-то трудятся. То есть они находят киоск, вокруг которого убирают. Они собирают бутылки, они собирают макулатуру. Просто так выжить на милостыне на улице невозможно. Потому что милостыню не дают, особенно если видишь что-то трудоспособное какого-то возраста. В принципе, может быть, и не надо, не знаю. Поэтому на самом деле это люди, которые все работают. А в больницах как относятся, вы видите, что многие из них живут в больницах. Как к ним относятся в больницах? То есть их не выгоняют за то, что они с чесоткой берут? Стория с больницами это длинная история, потому что в 90-х приезжали скорые и говорили это бомж, мы его не заберем. Мы с ними ругались и все-таки они их забирали. Потом они, когда догадались, что мы с ними будем ругаться, они начали садить их в скорую, но высаживать за углом. Сейчас ситуация сильно изменилась. Скорая всегда забирают бездомного человека, если есть какие-то показания. Привозят в больницу, но вот в больнице ему могут попросить подписать документ об отказе от лечения. То есть точно так же, как если вы попадете в больницу, вам предложат госпитализацию, а вы говорите, нет, спасибо, я приехал домой, подписываете отказ от госпитализации. Их просят подписать этот отказ. В лучшем случае дают переночевать до утра и потом утром выгоняют. В больницах мы встречаем абсолютно нормальный персонал. Люди, которые хотят лечить, которые относятся к ним нормально. Но представьте себе, что кто-то из нас попал в больницу с самым простым операцией, с аппендицитом или еще что-то. Это требует огромных ресурсов, требует родственников, которые тебя будут кормить, которые будут приносить тебе сменную одежду и так далее. Если ты одинокий человек и попал в больницу без денег, это все гораздо сложнее. Даже если персонал хочет тебя лечить, то все равно нужно покупать лекарства, потому что сегодня такая ситуация. В больницах недостаточно лекарств для того, чтобы лечить людей. Если ты одинокий, то ты сам не выживешь без друзей. Поэтому нужно приходить, посещать, подружиться с медсестрой, подружиться с врачом и тогда все идет гораздо успешнее. Потом в больнице есть свои протоколы. Больше трех недель они держать не могут и поэтому вывозят. И здесь стоит вопрос социальной структуры огромной. Потому что несколько лет назад один врач собрал бездомных, которые были, и вывезли их за Киев и оставил. Двое из них замерзли насмерть. Его судили. Я не помню точно, чем закончился процесс. По-моему, ему дали один год, он уже вышел из больницы. Потом это была преступная халатность. Я не помню точно эту историю. И здесь проблема социальной структуры. То есть человек, который попадает с воспалением легких зимой в больницу, в него вкладывается усилие государства, усилие его друзей и так далее. Затрачивается огромное количество энергии для того, чтобы вылечить воспаление легких. Но его выписывают обратно на улицу. И поэтому через неделю мы снова набираем телефон и снова вызываем скорую помощь для того, чтобы его снова положить. Поэтому какие-то структуры, где бы человек мог находиться временно, сэкономили бы деньги даже для государства и помогли бы этим людям вырваться из этого порочного круга. Потому что ты его лечишь- лечишь, а потом он обратно оказывается на улице. Я знаю, что сейчас один из ваших знакомых бездомных находится в больнице Николай Николаевич. Сколько я помню. Можете рассказать, что с ним случилось и как продвигается лечение, помощь? Да. Есть Николай Николаевич Лученко. Он ночевал в подъезде. Его неизвестные люди спали чем-то вблили и подожгли. Вот возможно не знаю ничего наговорит это соседи, которым не нравится что-то там может быть злоумышленник мы не знаем пока что милиция занимается. Он получил ожоги третьей-четвертой степени чтобы вы понимали то есть в коже нет фактически то есть хуже это только обугливание ткани. Значит ему будут пересаживать кожу с других участков тела со спины или с головы как он согласится или откуда но происходит сейчас на одной ноге некроз тканей мышечных то есть сегодня завтра консилиум он примет решение или ему ампутировать ногу до колена или выше или оставить то есть не знают как они будут тучить то есть мы сделали такую кампанию в фейсбуке чтобы помогать собирать средства на лечение потому что эти все препараты они достаточно дорогие я бы сказал что у меня даже неожиданно то есть вот и в день в среднем около тысячи гривен получается на препараты и плюс на материалы ну то есть ксенокожа которая нужна для покрытия вместо ожога до момента пересадки она ну дорогая скажем так вот вчера мы попировали вторую ногу вот ну посмотрим здесь что как-то удастся обойтись без ампутации вот пока что в процессе милиция как относится к этому случаю милиция как-то расследует пока что неудовольство связаться с тем кто или оперативник или следователь не знаю в какой стадии там находится то есть я пытаюсь сейчас выяснить кто ну а кто заявление писал сам Николай Николаевич это просто его по скорой забрали там в любом случае они сообщают с милицией о таких происшествиях и этот случай зарегистрирован по идее вот должны расследовать каким-то надлежащим образом ну как минимум надо я так считаю провести среди соседей какую-то разъяснительную работу что если хотя бы чтобы они понимали может никто никого не найдут но что во что они надеждают то есть человек коллег пока не знаю как это все будет рассматриваться и так далее милицией пока что с Николаем я не мог общаться лично и узнать подробности потому что он в реанимации туда не пускают там стерильный режим вот я только один раз зашел чтобы его сфотографировать когда те кто в фейсбуке попросили его фотография мы попросили у него разрешение чтобы это сделать как Николай Николаевич оказался на улице кто этого человек мы не знаем точно но знаем что он бывший военный развлечь сейчас ему 62-63 года то есть он в отставке пенсионер вот на вид кроме как на вид больше не могу сказать человек интеллигент то есть нормальная внешность часто бывают такие случаи насилия над бездомными к сожалению достаточно регулярно здесь связано с бездомным с насилием и существует один из очень страшных предрассудков о мафии нищих которая там кого-то захватывает что-то там делает мы дружим с бездомной людьми на Крещатике я же говорю 98-го года то есть самое денежное место в Киеве признаков мафии нищих мы не заметили поэтому в моем разумении это абсолютный миф может быть где-то она и существует но точно не так где мы раздаем еду существует сами бездомные могут стать жертвой мафии и преступности но это по-другому потому что потому что этот предрассудок говорит о том что они являются действующими лицами на самом деле они являются жертвами например когда открывают случаи рабства в Украине они и есть эти рабы то есть людей заманивают куда-то типа на работу отбирают документы заставляют работать бесплатно такое рабство существует и в Киеве то есть когда человека заставляют работу работать за то что он имеет право там где-то переночевать и тяжело работать один из наших друзей потерял пальцы на ноге от обморожения когда убирал снег в одном из модных кварталов недалеко отсюда то есть и это как по мне это рабство 21 века и потом были случаи когда молодежные банды использовали их в качестве груши в качестве еще чего-то но на самом деле нужно понять о том что нужно понять о том что равнодушие людей убивают то есть у нас был друг который сидел просил милостыню в переходе шел прохожий ударил ногой и пошел дальше не обращая внимания у друга вытек глаз и он остался без глаза то есть когда ты не видишь в человеке который стоит перед тобой человека ты можешь его облить бензиново поджечь можешь избить можешь толкнуть и к сожалению такое случается достаточно часто в этом случае мы не хотим говорить о том что общество каким-то образом особенно жестоко относятся к этим людям но это вопрос того что общество старается обезличить ту проблему которую сам боится мы боимся оказаться на улице поэтому стараемся не замечать например употребление слова бомж это один из признаков этого обезличивания невозможно у себя в подъезде облить человека кипятком чтобы он не ночевал но можно облить бомжа потому что бомж это не человек мы не относимся к ним как людям и это равнодушие становится агрессивным и убивает зло и добро это не абстрактные стабильные понятия это вещи которые каждый из нас делает если мы делаем зло то зло увеличивается если мы делаем добро добро увеличивается к сожалению зло более заразно чем добро поэтому нужно сильно постараться для того чтобы заразить людей добром и добро увеличилось в нашем городе я думаю что для того чтобы наш город стал лучше нужно не защищаться от бедного человека защищать бедного человека потому что так будет шансов выжить больше у каждого из нас и то что произошло с Николаем Николаевичем когда спящего человека чем-то облили подожгли и мы реально не знаем кто это сделал и трудно высказывать какие-то версии это был террористический акт террористический акт прежде всего против человечности человечности нашего города и то что десятки людей откликнулись на помощь незнакомому человеку мы о нем узнали с водок МЧС не было ни фотографии в тот момент не было даже имени но сразу же люди откликнулись и на первую операцию мы насобирали денег в течение одной ночи и это дает шанс на выздоровление города и на выздоровление общества которое не всегда относится к бедным людям так как должно было бы относиться приходили милиционеры в 8 утра то есть это случилось где-то около двух ночей в 8 утра они уже приходили чтобы опросить Николая в реанимации но их не пустили в таком как он был обезболивающий и так далее не очень хорошо соображал вот мы пока что не знаем то есть это должна обниматься милиция Днепровского района мы постараемся выяснить пока что мы несколько раз пытались мы не знаем не получили информации кто это из оперативников или там есть уже дело по этому вопросу потому что это в принципе можно коллекциировать в том числе и как покушение на логист ну да серьезное преступление которое повлекло за собой уже понятно что серьезные последствия то есть это не просто хулиганство это какое-то более серьезное правонарушение занимается ли какая-то служба учетом бездомных подсчетом их какой-то систематизации проблем чтобы их решить здесь проблема здесь стоит первая проблема это терминов потому что есть закон о поддержке бездомных ресоциализации еще как там там видно называется и в нем бездомный человек это человек который не имеет никакого имущества таких людей в Украине практически нету потому что у кого-то есть заваленная хата у кого-то есть три квадратных метра в квартире в приватизированной квартире которая превратилась в притом и ты не можешь туда вернуться и так далее то есть поэтому под категорию бездомности попадает очень малое количество людей для нас бездомные люди это люди которые не имеют крово над головой в этот момент и поэтому это все кто обращается к нам за помощью и поэтому вести статистику достаточно сложно кто-то говорит о десятках тысяч бездомных только в Киеве может быть это не несколько десятков тысяч но это может приближаться к десяти тысячам людей человек может приближаться но статистики как я говорю такой не существует есть центры временного учета бездомных это как раз там становится на учет люди которые подпадают под этот закон и в Киеве это по-моему полтысячи человек что-то такое то есть поэтому скорее всего основное внимание кто обращает проблемы на бездомных людей это неправительственная организация которая работает во Львове в Черновцах есть сильные в Киеве есть несколько сильных организаций кроме нас которые занимаются учетом и какой-то поддержкой бездомных людей хамист такого органа нет в какой-то момент в Киеве был создан департамент по помощи бездомных людям но потом он был УБ потом его реформировали и убрали сократили до какого-то подотдела что-то проделать то есть получается что у нас есть тысячи бездомных для которых есть 150 коек на весь Киев и всем остальным количеством никто вообще не интересуется то есть вот мы ходим по улицам на наши государства на котором платим налоги которое должно было бы хоть что-то с этим делать с этой проблемой проблема есть но ей никто не занимается они не голосуют они не голосуют поэтому большого смысла заниматься ими нет ну да они не избратили не могу заниматься поэтому но нельзя сказать что они совсем брошены на улицы потому что и есть большой интерес со стороны церкви к этим людям есть интерес со стороны волонтерских организаций сегодня например проблема питания более-менее решена если ты можешь передвигаться то у тебя есть шанс покушать но есть проблема вещей есть проблема лечения и самая основная проблема это конечно проблема жилья потому что должно решаться на каком-то более высоком уровне потому что требует больше ресурсов и больше больше усилий но одновременно это комплексная проблема сказать мы платим налоги поэтому не даем милостыню неправильно потому что очень часто проблемы бездомности решаются на каких-то минимальных уровнях то есть вот например эти люди на грани то есть ты познакомился с человеком узнал какая у него проблема и в этот момент его нужно поддержать дать совет куда пойти кому обратиться что сделать для того чтобы не оказаться бездомным человеком потом потом есть желание должно быть стремление желание со стороны бездомного измениться и но и это желание появляется в процессе общения в процессе дружбы то есть мы воспитываем своих детей для того чтобы они знали каким образом поступать точно так же и в семье с супругом или с супругой когда случается какая-то беда мы поддерживаем помогаем ему принять решение что-то сделать потому что у людей далеко не всегда приходят в голову умные идеи поэтому для этого есть близкие друзья которые помогают к сожалению с бездомными такая ситуация не сильно работает потому что их друзья бездомные сами бездомные поэтому трудно себе представить какие советы не дают и есть просто проблема неинформирования этих людей например про пункты обогрева они не могут узнать потому что пункты обогрева объявляются по телевизору есть в интернете у них нет ни интернета ни телевизора если бы если бы даже бесплатная газета посвятила полстраницы опубликовала листовку с адресами которые раздаются возле метро то это спасло бы кому-то жизнь поэтому это действительно проблема которой с одной стороны должно заниматься государством но это и проблема города города как общение город не может себе позволить позволить не обращать внимания на людей которые оказались в самом сложном положении мы занимаемся детьми занимаемся стариками занимаемся помощью больным людям но мы говорим все время о бездомных почему потому что решить проблему бездомных это значит решить проблему любого киевлянина если себя самый слабый инвалид живущий на улице попадает в систему которая ему помогает в которой он выживает то тем более в этой системе найдет свое место бедный пенсионер сирота и еще кто-то то есть научиться решить проблемы бездомных людей это сделать весь наш город лучше это сделать наше общество лучше это сделать это обезопасить себя потому что у нас спросила милостыня на улицу посол УССР при ООН у нее был сын инвалид на пенсии она была супернамуклатура квартира в центре и так далее но на пенсии с сыном инвалидом она не имела возможности выжить и поэтому выходила просить милости на улицу однажды принц Уэльский поехал поздравлять бездомных и встретил там своего одноклассника принц Уэльский не учился в государственных школах то есть никто абсолютно никто не гарантирован от того что попадет в эту ситуацию поэтому работая для бездомных мы работаем на себя если со мной что-то случится у меня больше шансов выжить и у вас тоже поэтому занимайтесь бездомным возможно ли ситуация когда у нас не будет бездомных что нужно для этого сделать первое мечтать потому что мечта движет вперед нужно верить в то что ты делаешь сказать бездомных проблема бездомности никогда не решится отлично то есть это все знают мы мечтаем что все-таки проблемы каким-то образом решаются действительно большая часть это люди иногородние которые приехали сюда я думаю со временем например появятся беженцы и беженцы не только из Украины потому что мир глобализируется и люди передвигаются пересекают границы в Западной Европе это уже видно о том что приезжает много беженцев из-за войн из-за Африки из Азии и так далее те кто долго живет на улице таких очень мало потому что на улице живут 3-5 лет а потом умирают то есть но есть эти люди которые попали на улицу достаточно долго самые сильные из них выживают и мы знаем некоторых людей 10 лет и стараемся им как-то помочь купить квартиру мы не можем построить пока мы не можем но об этом мы тоже мечтаем стараемся где-то их устроить найти какую-то работу реабилитационные центры какие-то у нас есть для таких людей и какая им нужна реабилитация чтобы они могли там отмыться помочь им квалификациям то есть вы говорите вы потеряли работу у вас закончил срок съема квартиры на протяжении полугода вас поддерживают ваши друзья для того чтобы вы поперебирали с койки на койку попереночевали у друзей потом в какой-то момент потом в какой-то момент у вас не будет денег добраться ночью на такси поэтому вы пойдете пешком по дороге вполне реально бывает в большом городе вас могут грабануть и отобрать документы и вы оказываетесь без документов без поддержки друзей если вы оказались в чужом городе у вас уже нету мобильного поэтому держать связь с друзьями очень сложно вы к ним пришли в офис куда-то зашли какой-то длится процесс но потому что у нас стыдно вы думаете зачем же мне идти ночью я переночую на вокзале вот и так несколько ночей подряд у вас закончились полностью деньги потому что на вокзале помысл стоит где-то приблизительно 15 гривен вот весь все это время вы ищете работу но не находите работу или находите работу которая вам не позволит снять жилье что в принципе абсолютно нормально особенно для человека без какой-то особенной квалификации сегодня и это огромная проблема например если я не ошибаюсь 15% семей с двумя работающими родителями находятся ниже черты бедности то есть работа не позволяет вам вести нормальную жизнь вы работаете работаете но от этого не становитесь людьми которые могут удовлетворить свои естественные нормальные простые потребности вот поэтому вы оказываетесь на улице через несколько дней от вас идет уже не очень хороший запах и поэтому вы не можете пойти в хороший офис на собеседование и поэтому вы понижаете требования для своей работы когда вы понижаете требования для своей работы вы находите какую-то работу но все равно вы ищите уже работу с жильем и это и в это время вы теряете ту квалификацию которая у вас была и вы таким образом уже социально опускаетесь гораздо ниже то есть какие работы с жильем это например можно работать сторожем где-то где вы будете ночевать вы всегда будете невыспанной у вас не будет доступа к интернету для того чтобы искать работу либо будет но уже не будет сил на это либо вы будете продавцом в ночном магазине либо вы пойдете работать на стройку где у вас будет где будет жилье жилье то есть где есть бараки в которых можно ночевать и скорее всего вас могут даже там кормить но на зиму эта стройка закроется или вы отметите слишком на свой день рождения и начальник поймет что в пункте охраны были не только вы в принципе это естественная история нормальная история каждого из нас такое случалось делать терапофисы на работе не то что ожидает от нас начальник и вас выгонят вам некуда пойти переночевать вам негде помыться у вас нету документов если в этот момент вы еще и заболели то это вообще все становится очень страшно вы можете умереть но на каждом из этих этапов на каждом из этих этапов нужна разная нужна разная помощь разная реабилитация каждый из этих этапов требует своих процессов поэтому важно быть рядом с этими людьми для того чтобы посоветовать посоветовать где как пойти в больницу чтобы не потратить много денег потому что в Украине любой человек имеет право на медицинское обслуживание вне зависимости от прописки и так далее но бездомные об этом не знают они думают что нужно иметь 200 гривен для того чтобы обратиться к педиатру для того чтобы к терапевту сходить на самом деле это бесплатно и лучше всего взять его за руку и пойти туда потому что терапевт видит рядом с ним чистого человека и относится к нему немножко лучше назначает ему простые лекарства пытаются его не развести как часто бывает с нами когда нам выписывают бесполезные рецепты или даже эти рецепты то есть ты когда смотришь на их рецепты ты думаешь о господи есть же украинские лекарства которые стоят в 15 раз дешевле и на каждом этапе нужна своя помощь например очень важно открывать в каждом районе какие-то опорные пункты где был бы душ и камера хранения большие структуры не работают потому что большой структурой приводит к напряжению в квартале в районе то есть там собирается например вот на отрадном туда приезжает 150 бездомных людей в одно место одновременно соседи честно говоря они очень рады но потому что им это не нравится поэтому таких пунктов должно быть много хотя бы душ для того чтобы перетягивать пойти на собеседование вы могли помыться если вы не помыты у вас не пускай городской транспорт у вас куча проблем только из-за того что вам негде помыться а это большая проблема и конечно же какие-то приюты приюты которые хотя бы расфункционировали в зимнее время например наша община родилась в Риме поэтому мы знаем хорошо римский опыт например в Макдональдсе в мороз открывают помещение для ночевки чтобы люди могли там переночевать потому что Макдональдс как больница как любой ресторан это стерильное помещение которое ты моешь одинаково зашел туда бездомный зашел кто угодно ты вымываешь одинаково поэтому нет никакой проблемы взять и позволить им там переночевать но это уже желание самих компаний и во Франции есть телефон служб которые ты можешь позвонить тебе приедут сказать тебе негде ночевать они найдут тебе приют но этих приютов много в Париже в Москве есть автобус милосердия который курсирует между местами где собираются обычно бездомные всю ночь и ты можешь просто сесть в автобус и провести там ночь там катается по городу 5-6-8 человек там такие социальные работники есть врач есть сестра фельдшер который смотрит можно выпить чай но уже даже это не супер запратная технология позволяет позволяет уменьшить количество смертей в мороз в городе поэтому очень много разных решений потом даже с работой трудно обвинять работодателя потому что рядом с человеком со сложной судьбой должен быть кто-то другой который будет помогать ему социализироваться помогать ему то есть у них понятие чистоты другое совершенно например потому что одно дело когда мы живем дома и у нас есть влажные салфетки мы протираем столик это все было все стерильно а другое дело когда ты живешь на улице ты стараешься соблюдать чистоту но и не переусердствуешь в этом поэтому есть очень много разных проблем самое главное это не быть равнодушным перед человеком то есть например мы сделали листовку называется теплозема с несколькими советами как помочь бездомному в мороз каждый из нас сидя на работу каждый день встречает одного тоже бездомного можно узнать как его зовут и утром выносить ему чай бодрабрадом и это ему сильно повысит шанс выжить точно так же можно найти вещи для этого человека чтобы он не замерз а вещи нужны постоянно как мы уже говорили нету стиралки поэтому вещи тортятся и вещи нужны постоянно можно узнать и вызвать скорую в тот момент когда он заболеет не так легко увидеть что человек не так тяжело увидеть что человек больной и вызвать скорую для того чтобы его вылечили можно не выгнать человека я не прошу даже приглашать к себе в подъезд ночевать но не выгнать человека когда на улице минус 20 то есть ну он умрет в мороз замерзают далеко не только бездомные люди замерзают совершенно разные люди человек который в основном это проблема конечно выпившие люди но выпившие люди в Украине это небольшая редкость некоторые фотографии депутатов парламент заставляют подозревать что они злоупотребляют вот поэтому это небольшая редкость поэтому самое главное остановиться возле этого человека разбудить его просто разбудить человека и вы спасли жизнь в конце зимы мы делаем организовываем в церквях панихиды погибших на улице эти панихиды носят имя Милы Мила мать пятерых детей которая в 2006 году вышла ее выгнали из хаты которая не снимала часть хаты 2006 если вы помните это супермороз он 30 350 погибших в Украине и так далее именно в этот мороз их выгнали из хаты она устроила где-то детей сама пошла просить в минус и замерзла на ступеньках арены самое богатое место в Киеве не смогло согреть одного человека поэтому мы просим патрули обращать внимание на тех людей которые сидят чтобы убедиться что он не замерз обращаемся обращаемся к прессе для того чтобы особенно печатной распространить информацию о пунктах обогрева и распространяемся к каждому человеку любой может распечатать листовку с пунктов обогрева и до человека не все бездомные могут спокойно куда-то вернуться даже в приют как они рассказывают допустим там разный народ собираются я буду спать мне крадут мои вещи и так далее я лучше где-то на вокзале посижу более того некоторые из них по 10 лет живут и они не могут спать на кровати они могут спать только сидя потому что по-другому они засыпают уже то есть и когда их помещают в помещение они себя чувствуют уже ну как бы стесненными и как-то боятся вообще то есть они просто обратно убегают там где они привыкли то есть это уже ну как у них такое как я говорю карта реальности другая ничем у нас то мы там думаем что дом еще что-то кровать а они не понимают например некоторые что ну потом не все из них психологически полностью здоровы то есть есть те у которых уже развились там и мания преследования еще что-то то есть они могут ну как бы иметь совершенно другое восприятие реальности то есть многие из них боятся людей другие то есть они привыкли что их бьют шпыняют еще что-то и они просто уже ну просто боятся и государственных органов всяких боятся чтобы их куда-нибудь не вывезли то есть проблема действительно то что нельзя их взять и загнать куда-то чтобы их не видеть да нам комфортнее может быть кажется их не видеть да на улице так спокойнее как-то но проблема не решает не может быть так решена система по-разному функционирует в разных странах с больше или меньше успешности то есть нету каких-то золотых правил это как про экономику есть учебник все знают что делать но в жизни почему-то по-другому то есть то же самое и здесь то есть есть учебники есть исследования но если мы не можем классифицировать своих друзей бездомных то и невозможно создать правила то есть каждому должен быть индивидуальный подход то есть психически больной человек это одна проблема алкоголик это другая проблема бабушка это третья проблема инвалид это четвертая проблема ребенок это еще одна проблема то есть подход должен быть абсолютно индивидуальный поэтому мне кажется маленькие группы волонтерские могли бы лучше справляться с этим но все равно мы стараемся объединить наши усилия мы сделали достаточно регулярно круглый столб где собираемся вместе для того чтобы обсудить проблемы бездомных людей хотя бы вычленить этих проблем потому что один заметил одно другой заметил второе и так далее поэтому работа действительно должна быть и на и сотрудничество правительственное и неправительственное сектором в этих условиях очень важно скажите с какого года существует ваша организация в каких городах и чем занимается община святого Египта это огромное международное движение оно родилось в 1968 году в Риме и сегодня насчитывает больше 150 тысяч членов на 5 континентах больше 50 стран мира огромная часть общины существует в Африке в Европе и Латинской Америке одновременно она есть и в Гонконге в Индонезии самая большая организация неправительственная на Кубе в Украине мы с 1991 года община появилась в Киеве в нашем классе с Тимуром с тех пор мы начали помогать бедным людям сегодня это Франковск Львов и Киев я считала что вы в Франковске появились а чем занимаетесь из кого состоите и чем занимаетесь община это общинство Египта это организация общественная можно сказать христианская в ней состоят люди которые решили посвятить часть своей жизни хорошим делам поэтому каждый из нас имеет работу я преподаватель Тимур предприниматель каждый из нас имеет семью но одновременно в свободное от работы время мы занимаемся бездомными людьми помогаем старикам есть программы помощи детям одновременно мы стараемся сформировать культуру солидарности культуру уважения в этом обществе и работаем в этом направлении очень много спасибо большое спасибо что удивили время нашли и за информацию которую вы предоставили и я желаю больше сил и возможностей на вашу вашу деятельность спасибо